Итак, слушайте рассказ номер четыре. Была холодная, снежная декабрьская ночь. Детектив Наталья Иванова подходила к месту преступления. Что случилось? Бесследно ищет Дед Мороз, главный новогодний персонаж. Когда Наталья подошла к роскошной усадьбе, где жили Дед Мороз и Снегурочка, у ворот уже стояли любопытные зеваки. А кто такие зеваки? Зеваки – это люди, которые с любопытством смотрят на что-то необычное. Зеваки собираются там, где что-то произошло. Слово «зеваки» часто имеет немного негативный оттенок, потому что эти люди смотрят на то, что случилось, не потому, что хотят помочь, а просто потому, что им любопытно. Мастерская Деда Мороза была в полном беспорядке. Игрушки были разбросаны повсюду, и обычно весёлая Снегурочка сидела вся в слезах. Мы с Дедом Морозом были здесь, а потом его не стало. Она всхлипывала, её голос дрожал. Я не понимаю, что такое всхлипывала. Если человек всхлипывает, то он плачет тихо, и можно услышать не очень громкие, но частые звуки плача. Например, когда кто-то пытается не плакать вслух, но он не может полностью контролировать свои слёзы. Можно слышать всхлипы. Я боюсь, что он сам ушёл, как Лев Толстой, продолжала всхлипывать Снегурочка. В последнее время Дедушка Мороз был очень грустным. Он говорил, что каждый год первого января обещает людям Новый год, принесёт счастье. Но вы же знаете, что происходит. Дедушка расстраивался. Говорил, что не хочет больше вводить людей в заблуждение. А что значит вводить в заблуждение? Вводить в заблуждение означает говорить и делать что-то такое, что заставляет других людей верить в неправду или неверно понимать ситуацию. Это когда человек даёт неверную информацию, и в результате другие люди ошибочно, неправильно интерпретируют факты или события. Наталья внимательно осмотрела место происшествия, но не увидела никаких признаков взлома или борьбы. Дед Мороз как будто растворился в воздухе. Видеозаписи не показали ничего необычного. Наталья решила проконсультироваться с экспертом по фольклору. И эксперт объяснил, что Дед Мороз и Снегурочка не являются простыми смертными. Всё, что с ними происходит, выходит за рамки человеческого понимания. Если что-то выходит за рамки человеческого понимания, то это что-то очень сложное, очень загадочное. И обычный человек не может это полностью понять или объяснить. Но потом Снегурочка нашла в тумбочке Деда Мороза маленький листочек бумаги с какими-то цифрами. Может быть, это координаты какого-то места, предположила Наталья? А что значит предположила? Если она предположила это, то это её гипотеза. Она думает, что это так, но она не уверена. Я предлагаю вам самим продолжить эту историю.